Родители мои не стали долго думать, назвали меня Чабуран. Мы жили очень счастливо. Я росла бойкой, веселой девочкой. Мои родители переехали в Шамбалу работать чабуранами. А когда мне было 4 года, моя мама умерла. И мы остались без матери. Старших детей увезли в школу-интернаты, а мы с отцом переехали в Шамбалу. Младших классов я ходила много-много разных кружков. Танцевальные, визуальные, музыкалку не стала ходить. Там было платно, и я осталась в театральном. А в театральном кружке мне было очень интересно. Мы занимались разными упражнениями, этюдами. А по дороге домой я думала, а что меня дома ждет? А может быть, отец пьяный? А может быть, он вообще потерял ключ? А в старших классах я точно решила поступить в театральный. Во дворе моего дома девочки все тогда смотрели индийские фильмы. Все хотели, похоже быть, на индияну. Вот, например, в английском фильме «Зита-Гита». Гита говорит, я, я Зита, я тебя защищу. Я твоя сестра! Гитара говорит, я тебя защищу. У нас в Туле есть такой очень-очень древний обычай. Значит, когда ребенку исполняется три года, проводят обряд, называется обрезание волос. Цель этого обряда — наделить ребенка личную мущество. Для того, чтобы провести этот обряд, приглашают всегда дядю со стороны матери. Дядя — это должен быть очень зажиточным и кабардным человеком. Потому что цель этого праздника — в том, чтобы ребенок повторил судьбу человека, который проводит этот обряд. Поэтому, кого попало, проводить обряд никогда не приглашают. Значит, ножницы, которыми проводит обряд ребенку, никогда не показывают. Потому что ребенок может сгибаться. Дядя сначала привязывает к ножницам белый кадар. Потом он окуривает эти ножницы артыши. И затем он проводит этими ножницами над головой ребенка три раза по солнечной стороне. Все, после этого ребенок считается уже готов ко взрослой жизни для того, чтобы его обучать. А прядь волос отдают матери. Она хранит эти волосы в социальном шоке. Он хранит и никому никогда не показывает. И этот праздник никогда не обходился в благо пожеланий. Дядя произносил благо пожеланий. Белый, помилуйте. Прошу милости у девяти небес. Пусть этот ребенок растет здоровым и сильным. Пусть у этой девочки будет много скота. Пусть у нее будет много-много братьев и сестен. Девяти колен. Пусть у нее будет большая светлая юрта. Пусть у нее будет много лошадей, которые не поместятся в ступи. Пусть она растет здоровая и сильная девочка. Пусть у нее будет чуть-чуть подстриг волос. Пусть у нее будут вышлые, длинные, красивые волосы. Пусть эта девочка будет богатой. Пусть она всегда встречает кого-то, забудившихся. Пусть у нее будет много детей. Пусть все ее дети будут счастливы. Пусть у нее будет прекрасный лошадь. И она всегда скачет на солнце, чтобы находиться. Поэтому я даю ей коня. Поднимай, говорю, светлая, не убирай. Пусть она не убирает. Пусть она не убирает. Пусть она не убирает. Человек, который проводил этот обряд, никогда не отпускали с пустыми руками. Да, ему дарили курицу. Белый кабак ему дарили. Вот. И, собственно, отправляли домой. Так как цель этого праздника наделить ребенка личным имуществом. Ребенок рос, подрастал, росло его по голове, его спота. А когда ребенок совсем становился взрослым, когда он совсем-совсем становился взрослым, его женили или выдавали замуж. И с его детьми тоже проводили точно поколение. Вот такой вот у нас классный цвет обычай юринского нашего народа. Аплодисменты. 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 С краям. Необъятная шей и тайды, необъятные степи, обилие рыбы и зверя. Все это радовало ему глаза. Но не было у него на душе ничего светлого. Ни одного человека он не встретил здесь. Однажды в розовое утро богатырь играл лучом с речкой, любовался игрой. Так вдруг он услышал на небе шум. Он поднял голову и увидел там коршун. Огромный коршун несет на своих когтях девушку. Он взял большую каменную гладу и бросил. А тот коршун упал и умер. Богатырь подошел к ней и хотел что-то сказать. И увидел, что девушка плачет, поднимает руку вверх и хочет ему что-то сказать. Но он услышал только крики, стоны. О-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И я за ними смотрела, чтобы они не опаздывали, чтобы не пили, чтобы хорошо учились, чтобы вовремя стипендию они не получали. И когда после первого курса я вышла замуж, а на втором курсе у меня родилась девочка. А на третьем курсе после каникул я пришла, у нас педагог Анатолий Самойлович Шведовский, говорю, что я вот пришла учиться. А он мне в шутку, ну всем нам в шутку говорит. Вот пришла Чудра, хочет учиться, можете помочь ей сдать экзамены. И тишина. Мои однокурсники молчали. И это молчание меня очень огорчило. И я перешла на Хакасскую группу, и после каникул денег не хватило, я не перешла. Думаю, зачем мне Хакасская группа, я что, а пока не буду работать? Вот, ну, а потом я начала, дети были на руках двое, я начала работу искать, куда поехать без дипломного спектакля. Выключите телефон, пожалуйста, друзья. Я осталась искать в зеленом. В Брежнем Коахеме, в школе-интернате, я стала работать в столовой уборщице. А там были много маленьких сирот, девочек, мальчиков. Вот, думаю, учите их в театральном кружке научите. Это была такая идея. Ну, потом ты переехала в город, там увидела, встретилась режиссера Молодого. Вот, говорю, у меня двое детей, мне вот работу надо, а он мне говорит, вот иди в театр. Там как раз твои приехали, с дипломным спектаклем. А я говорю, что так не хочу в театр работать, вот в другой театр хочу. И он мне говорит, ну, тогда работай у меня в Кузеле. И я стала работать в Молодежной и Сверхитальной театре Кузеле. Была очень интересная проекта. Было, делали мы концертные номера. И в спектакле «Подораб» я играла главную роль. А потом она, новый проект, нам деньги не хватило. И немножко начала наша группа распадаться. Ну, он мне говорит, я хочу делать герметический театр. Мало кто теперь будет. И хочет он сделать музыкальный спектакль. И им нужны поющие актрисы. А я не поющая. И он так и мне сказал. И мне что делать? Мне пришлось заявление написать. И в эту деревню. В деревне я стала работать. В доме культуры. Уши поднимали к процентам. Не видно ее. Я взяла несколько часов в музыкальной школе. И в школьном центре ставила сказку. А потом поработала маленечко. И уехала обратно в Питер. Для продолжения учебы. А там, уже заочно я училась в другом институте. Там было платье. Я уже только стала работать. В Ленинградской области, в Тоснинском районе. Я стала работать, поднимать культуру, в которой... Там был маленький сельский клуб. И учить детей. А потом я обратно приехала в Тугу, в деревню, работать, опять же, в дом культуры. И дом культуры сгорел. И набрала смелости. Приехала в Кызыл. Искала работу. Пришла в филармонию. Там только ставка была администратора. Моя однокурсница говорит, если есть ставка администратора, бери работу. Я стала... А теперь моей трудовой здесь графа. Принята администратором, переведена на артисту кукол в театре мини-тюр. А теперь-то я уж поняла, почему меня отовсюду гоняли. Потому что... Я всегда говорю правду. А вот, например, я в приюте работала в Сарксепе. Директором говорила. Пришла, говорю, после бани, говорю, почему моете детей в один день, в одну баню? Девочек и мальчиков. Она мне говорит, так, они же все равно дети. А я говорю, так же не... Это не гигиенично, не чистоплотно. Вот когда я пришла в филармонию, в нашей амбитоне это уже было грязно. Мы сами своими руками сделали, почистили, покрасили, побелили. И стало чисто. Было грязно. Стало чисто. Чудык черниль. Польплых анграш. Чудык пыта. Ах, бедная червуравка. Жизнь ее побила, конечно. Она старшего брата похоронила давно. Троих уже потеряла. Вот неделю назад она похоронила отца. У нас, у турицы, женщина без сына, отца, брата. Все равно, что туриц без коня. Вот у одного мужика украли вороного единственного коня. Так он стоит и плачет. Ты, мой конь вороной, ты почему покинул меня? Мы же с тобой любили ходить под звездным небом. Светчелку. Звезды. А почему вы не помогли? Почему вы не остановили этих воров? Надо было вам остановить их. Я так любил тебя, мой конь. Я так любил. Я же тебе ничего плохого не сделала. Я же тебя ни разу кнутом не побила даже. Я же тебя даже по спине щедлом-то не протер. Да? А вы, реки, речки, почему вы не превратились в синее море? Вам надо было превратиться в синее море и смыть водой этих воров. А ты, собачка, лаешь и с полу вода, с полу вода весь день лаешь. А когда ворог на обраблялись, почему ты их не покусал? Как я любил своего коня. Я без коня все равно, что как птица без крыльев. Я без коня даже ходить не могу. Пить хочу. Но вода-то в горло не лезет. Я без своего коня, как птица без крыльев. Вы, горы, двуногие волки. Я от злости на вас. У меня прямо слов нет. Вы оставили меня без ног. Я хочу бегать, но без коня у меня кого-то нет. Я сгорбленный мужик, старый мужик. Но от злости на вас у меня горло выпрямилось. нет. Самый медленный, самый медленный. Секунду, да? Тык, тык, тык. Еще медленнее. Да. Можно, чтобы он был звук уникальный из-за метана. Мама. Шкаф. Бабка. Стовать. Нет. Рамочка. Кимбочка. Аталак. Швани. Небо. Дом. Облако. Дождь. Курица. Цена. Мерия. Колодильник. Открытие. Плита. Еда. Козель. Еда. Автобус. Картошка. Поезд. Капуста. Самолет. Лайва. Поезд. Поезд. Портфель. Человек. Драссе. Микрофон. Юбка. Лампочка. Свитер. Линолен. Сестра. Брюки. Брат. Кулиста. Дедушка. Сын. Бабушка. Ребенок. Парка. Ученик. Магодин. Линолен. Аэропорт. Лампочка. Олимпом. Брители. Рука. Артисты. Нога. Дети. Колонка. Пианино. Дождик. Поднос. Тоталонтик. Стул. План. Калонка. Человек. Ребенок. Нога. Закода. Куклы. Пианино. Парик. Ведро. Артемушка. Директор. Ложек. Артем. Стул. Брюк. Пол. Микрофон. Декорация. Декорация. Куклы. Куклы. Пожар. Куклы. Ведение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можешь ли ты мечтать о том, что твое заветное желание исполнится? Можешь ли ты понять, что ты человек? Я хочу знать, от чего болит твое сердце? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можешь ли ты понять, что такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу знать, можешь ли ты выдержать боль мою или свою, не скрывая и не смягчая ее? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можешь ли ты летать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не враг, не враг, не сваг, а танк. Можешь ли ты летать? Я хочу знать, можешь ли ты После ночи годья отчаяния Встать и делать то, что нуждаются дети? Чаще у нас микроскопы, чаще Можете быть диким и не танцевать как децунный Я хочу знать, можешь ли ты стоять посередине огня И смотреть в лунный свет и кричать «Да» Тувинец тоже человек Хочу стать антрицей Хочу стать актрицей Я хочу знать, можешь ли ты выдержать боль Мою или свою не скрываем И не смягчаем ее Хочу стать актрицей Вот такая вот мечта Можешь ли ты знать Можешь ли ты знать Можешь ли ты знать Можешь ли ты жить Можешь ли ты знать Можешь ли ты жить 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 В общем, теперь я точно хочу рассказать. Я теперь хочу рассказать. Я уже готова рассказать. В общем, дело было так. Я сидела, значит, за телевизором, хачала ребенка, хачала ребенка, смотрела телек. Потом смотрю, да, объявление о конкурсе самодеятельных певцов. Ну, я думаю, ну, я вот пою немножко, я вот позвонила им. Они говорят, ну, у нас вот прослушивание послезавтра, вы приходите. Я тогда вот взяла платье свое концертное и пришла в филармонию. И тут, значит, полный зрительный зал болельщиков. И я пела тогда две песни. Я пела «Червону руту». И вторую песню я уже не помню, как называется. Она была на туинском языке тогда у меня. Я начала работать в филармонии в 2009 году. До этого я работала в туинском музыкально-грамматическом театре имени Виктора Кукова. Почему я оттуда ушла? Есть там много вопросов и ответов. Короче, мне предложили одну должность директора в сельском клубе. Я, не подумавши, согласилась. Тот директор театра, он быстро-быстро не подумав, быстро-быстро подписал мое заявление. Я сейчас стою на сцене и думаю, если бы я была на месте того директора, я бы сказала молодой актрисе, прежде чем писать заявление, она сто раз подумала, может быть, я написала его заявление без содержания. А я на второй тюрь прошла, потом на третий тюрь прошла. А потом мне говорят, ну вот, награждение у нас сейчас будет. И я вот стою на сцене, и нас награждают. И что-то всех наградили. Третье место наградили, второе место наградили. Мое имя все никак не называют. Я думаю, ну что я вообще пришла, может, надо было дома уже остаться. И мне вдруг говорят, что оказывается, у меня первое место. И мне говорят, что я принята на работу в ансамбле Аян. Вокальный инструментальный ансамбль Аян. Это значит, что я у них там солистка буду теперь работать. И мы поедем на гастроли. Я стала работать в филармонии, мы поехали на гастроли тогда. И нам не платили тогда суточные, и не платили проживания в этом ансамбле. И нас просто в клубе, местные работники, они нас просто так приняли, чтобы мы там переночевали и кормили нас. Я стала работать в сельском клубе директором. Там я столкнулась с одним дорогой чиновником, который в культуре ничего не понимал, который в искусстве ничего не мыслил, но занимал большой пост. Мне там работать, конечно, нравилось. Я думала, поставила себе стиль поднять культурный уровень сельского разделения. Но с таким дорогой я неужелась. Кое-как побежалась там, проработала год, и, конечно, ушла оттуда. Потом я подошла к директору филармонии Игоря Душу и спрашиваю, есть ли работа. Благо, что была вакансия. Я начала работать в этой группе. Группа тогда называлась «Театр сказок». Таня, мне потом сказала, значит, вокалистка в этом ансамбле, что вот ты не знаешь нотной грамоты, и ты не будешь у нас работать. И как бы попросила меня написать заявление по собственному желанию. А потом я выяснила, что она, оказывается, всех певиц до меня, она вот таким вот образом, значит, сливала. Но я пришла в отдел кадров, уже вот стою, собираюсь уходить, заявление написала. И тут меня прямо вот в «Театр миниатюр» взяли и забрали, сказали, вот, нам как раз не курочка нужна, вы ее не увольняйте. Вот, и так я попала в «Театр миниатюр». И с тех пор я здесь работаю. И первая моя роль была «Красная шапочка» в этом «Театре миниатюр». Когда я начала работать в «Театре сказок», работа мне очень понравилась. Мне очень нравилась работа с детьми. Мы играли для детей дошкольного возраста в садиках, для детей школьного возраста в школах. И также мы играли для взрослого населения более серьезные программы для взрослых. Мы иногда выезжали на кастроли, точно так же мы играли для детей в школах и в детских садах, для сельских детей. И по вечерам играли всякие разные программы для взрослого населения сельского населения. А вот ты вот очень так аккуратно сейчас рассказала о том, как ты из театра ушла. А вот у тебя, между прочим, там завистники были, пирателем, помнишь? Вот я вот об этом хотела бы поговорить сейчас. Да, в театре я проработала 19 лет и оттуда ушла. Там было много женщин-актрис. Они ходили без ролей, играли в ролях второго плана. Так, там была вот такая вот, можно сказать, такой девиз. Кто дружит с режиссером, тот получает главные роли. А кто не дружит, тот играет в роли второго плана. А что такое дружить с режиссером? Дружить с режиссером – это секс-режиссером. Так, вот такая история мне не понравилась. Я думала, без меня театр выживет. Как-то портят эта история. А вот ты говорила про сельский клуб-то, вот там, про этого чиновника. А там что с тобой приключилось? Ты почему год с его проработала? Когда я устроилась в сельский клуб, у меня был план. У меня была цель поднять культурный уровень сельского населения. Но с таким дарвой я не нажилась. Короче, была вот одна история. Я провела там праздник на Штуринке «Национальный шаган». А это как? Что такое шаган? Да, это как у русских праздник «Масленица». Понимаешь? Сочность. Там, короче, праздник начинался тем, что около Субургана мы танцевали большой танец сам. Потом в обед в день были конкурсы в клубе. Вечером я пригласила лам из буддийского храма и всю ночь читали молебен. Я всеми правдами и неправдами старалась делать всякие программы на высоком уровне. Но тот, кому дарга, не понравилась. Он, короче, во время праздника сидел, как вы, зрители, сидел, смеялся, аплодировал. Ему все нравилось. А после праздника в понедельник была планета. Он сказал, видев мне лицо в глаза, не надо было проводить на таком высоком уровне. Надо было проводить в поселковом уровне. А поселковый уровень, это как? Это он что имел в виду поселковый уровень? Поселковый уровень, это самый низкий уровень. Так там все было по смеке. Там были минимальные затраты. Я всеми неправдами, неправдами и правдами все сделала. Там, короче, по самым маленьким деньгам он, наверное, хотел провести вот такой праздник. А я провела вот в таком вот уровне. Можно сказать, в республиканском масштабе сделала этот праздник. А того, дорога, чиновнику, мне понравилось. Он хотел, наверное, эти денежки положить себе в карман. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За это я и хочу работать в филармонии! Не за это, а просто потому, что больше нет где работать, урана. Мне тоже есть что сказать. Ну, скажи. Ты что, выключила микрофон? Вообще-то, я тоже круглая сирота. Ну что? В Туве началось строительство железнодорожных путей, которые должны связать Туву с Красноярским краем железнодорожной сети России. Железная дорога решит проблему освоения месторождений Тувы, и в результате ее строительства в Туве появится 10 тысяч новых рабочих мест. Строительство планировалось начать в 2009 году, но из-за финансово-экономического кризиса основные объемы финансирования были перенесены. Председатель правительства России Владимир Путин вбил первый золотой символический костыль в шпау, в строящейся железной дороге около Кызыла. Еще больше, я просила, на сто процентов. Взрыв. Теперь они двигались на комточках, в путиных шагах, выставили наружу только голову. И при каждом его взгляде Рэдик видел, как длинные полоси Артура стоют тыгом, и чувствовал, как тысячи еголочек он дарит ему в лицо. «Вперед!» — монотонно повторял он. «Вперед!» — он уже ничего не слышал. Потом молнии стали бить еще низко. Что им приходилось обраться с головой? Зеленая слизь заклеивала ногой. Стало трудно дышать. Хватая в том воздух, ремень вырвал из носа зонтон. Не обнаружил вдруг, что мрак исчез. На полном свете пронзите жертву, что запах облазона. А парь вокруг становился все гуше. Тут даже эта волка кипела в глазах, и уже невинна была. Холмок ни справа, ни слева. Ничего не было видно. Не в первый раз. Всю жизнь так. Там дерьмо. А на полной волне. Иначе никакая не было. Откуда взялось это дерьмо? Так много дерьма. Так много дерьма. С ума сойти. Все дерьмо со всего света на одном месте. Когда я даю видел хороший порядок на всем мире так. Я всю жизнь только не вижу, как умирают незаменимые люди. А стерлятники продолжают между ихними трупами ползают. Ползают. Гадя ты, гадя ты, гадя. Гадя ты, гадя. Света, ты понимаешь? Стоп, секунду. Ты видишь, что она читает с листа, и ты не можешь ей дать с уши, вот справа к уши, какой-нибудь след. Она в темноте там, как это читает. Что за издевательство? На последнем слове гадя ты гадя, Джей. Все, перестановки. С этого момента, еще раз давай, со второй части этого текста. Ты видишь, что она читает слепая, вслепую. Я в первый раз всю жизнь так сам в дерьме, а на головой вовлечитая. Иначе никогда и не было. И откуда здесь это дерьмо? Так много дерьма, с ума сойти. Все дерьмо со всего света на одном месте. Ну что, этого раньше не так? На всю дерьмо, когда я-то не видел хороший порядок. Я всю жизнь только и вижу, как умирают незавидимые люди. А стердятики между их трупами. По их трупам ползают и гадят, и гадят, и гадят. Стоп, кадр. Ты уже здесь должна быть, чё, дура. Вопреки тувинским традициям и бережному отношению к своему наследию, охраняемому духами предков, железная дорога Тува, Красноярский край построена. Объединением сил России, Китая, Монголии и Тувы проложен путь в неизвестное прогрессивное будущее великих держав. Давай, Чехова. Ну уж чуть больше пояс вывести. Ой, устала. Нет, не люблю, я телеграфа. Не люблю. Надо поискать другую должность. А это не по мне. Чего я так хотела, Чего я мечтала, Того-то в ней именно и нет. Труд без поэзии, Без мыслей. Не могу. Устала. Что ж теперь делать-то, а? Скажи. Господи, боже мой, Мне Москва снится каждую ночь. Я совсем как помешанная. Мы переезжаем туда в июне, А до этого осталось еще февраль, Март, апрель, май. Почти полгода. Что же вы молчите, Александр Игнатьевич? Что ж, если не дают чаю, То давайте хоть пофилософствуем, Давайте помечтаем. Например, Вот в том, О той жизни, какая будет, После лет, Там где-то 200-300. После нас будут летать на воздушных шарах, Изменятся пиджаки, Откроют, быть может, Шестое чувство, И разовьют его. Урана, ты там ремарку видишь написанную? После нас будут летать на воздушных шарах, Изменятся пиджаки, Откроют, быть может, Шестое чувство, И разовьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудная, Полная тайн, И шифривая. И через тысячу лет Человек все будет так же вздыхать. Ах, тяжко мне, тяжко! Точно так же, как сегодня, Будет бояться И не хотеть смерти. А мальчишка-то? Какой мальчишка? А дорога проложенная! В Москву! В Москву! В Америку хочу! В Норвегию хочу! Артур в прикрышку двинулся вниз, В спуску. Он забыл обо всем. Он шел выполнять свои желания, Маленькие, сокровенные, Свои желания. А мальчишка все спускался, Приплясывая по крутому спуску, Кричала весь голос очень звонко И очень торжественно, Как песню или как заклинание. В Москву! В Москву! В Москву! С нашими святатлями новыми По странам! По городам! Во все концертные концертные концерты. Да, правильно, можно. Обретя подругу... Ну как зомби, не уходите! Обретя подругу, Саян обрел счастье. Он так любил, Очень даже доверял ему. Свет какой здесь! Он даже открыл свой самый сокровенный секрет, Свою тайну он открыл, можно сказать. Он сказал, Саян такой большой, Мы его подарим людям! Сибирь – это самая богатая страна. И за это люди будут нам очень благодарны. А Оя, А Оя была коварная, Черная душа у нее была. Она не хотела Делиться с Аяном. Однажды Оя увидела, Как у костра сидят Саян и какой-то юноша. Он был очень сильный, Гордый и могучий. А этого парня Звали Гордо, НСАЙ. А по-русски Его имя Ненисей. Саяны Ненисеевы очень Погружились. Они вместе ходили На охоту, Болели вековые деревья И строили На зиму Теплое жилище. Он-то не знал, Что... Урана, Сначала Ненисе Кукол Сначала, да? Вот ты поставила Эту стоечку И Кукол Спокойно. Он ведь не знал, Что Оя И Енисей Ночь вместе проводят. Он так Доверял Енисею. Он так доверял Енисею, Что Он начал называть Его братом. Говори, говори, Продолжай. Так. Однажды Саян Сказал Ое В поры Сибирь Наша. Почему Почему Нам нужен Саян? Мы его Вдвоем Только Енисей Сказал Ое Енисей Сказал Ое Что Сибирь Принадлежит Только им Обоим. Зачем ему Саян? Он Все Раздалит Людям Енисей Поцеловал Ое И сказал Мы Убьем Саяна. Так. Потом Ое Дала яду Енисей Саяну И он Умер. Он Превратился Ергаги Чтоб Наполнить Нам О предательстве. Пропустила Ты Вернись Пожалуйста Скажи Кто мы Кто мы Подожди Еще раз Короче Короче Она Согласилась Короче Ничего Дальше Короче Она Согласилась Потом Наступила Осень Она Она С ума Сходила Она Все равно У нее Была На душе Борька Она Все равно Переживала За Саяна Она Думала О сговоре С Енисеем Ое Сказала Ворону Что Енисей Ждет ее В неведомом Им месте Наступит Осень И я Дам Саяну Чашу С Размениным Ядом И мы Будем заведовать Сибирью Только вдвоем Заведовать Кто это мы Кто это мы Алкоголизм Наркомания Лень Зависть Контрабанда Спит Туберкулез Война Проституция Смерть Страх Короче Они убили Саяна И он Превратился В Ергаки Что означает Пальцы Когда было мне 10 лет Где-то после третьего класса К нам В деревню Приехали Преподаватели Из Бушкетского Хорографического Училища Набирали детей Для учебы Проверяли наши данные Какие есть Музыкальный слух Чувства ритма Кто мог Садиться на шпагат У кого-то подъемы Мы все там прыгали А у меня таких данных Не было Я даже не знала Что такое балет Через некоторое время Моим родителям Прием Пришла Телеграмма Что их дочь Поступила В хореографическое Училище И что надо Ей ехать Поездом С остальными Ребятами Мои родители Очень обрадовались Стали готовить Меня К отъезду И мы приехали Сказым Помню даже нам Билет купили На поезд Правительство Но я Опоздала на поезд Мои приемные родители Сразу купили мне Билет на самолет И я летела одна Самолетом Яг-40 Чтобы успеть Первому сентябрю Я думала Приеду в бюшке И сразу вернусь домой Такого не было Мне объяснили Что надо учиться Восемь лет Русского языка Я совсем не знала Помню меня сестра Утешила Что я стану Принцессой И буду мерить Платье золушки Я думала Так и будет И училась С удовольствием Очень старалась Были у нас Гастроли Во время учебы Балетом Шелкотчик Я там Исполняла Главную роль Маленькой Маши Покончила Училище Устроилась На работу Тунецкий Государственный Ансамбль Песни и танца Саяны Проработала 11 лет И 4 месяца Проработала Я хорошо Были у нас Заграничные Поездки Гастроли По Туве Потом у нас Была Аттестация Аттестацию Я не прошла Мне сказали Что я Неаттестована Потому что Я Хороткая И как-то На улице Встретила Игорь Это голубь И со слезами Подбежала К нему Попросила Чтобы он Меня взял На работу Филармонию На любую работу Качество Уборщицы Или администратора Но с тех пор Я работаю Филармонии Вот так Со мной Судьба Играет Отосюду Меня прогоняли Живу я Пока Ваши Жители Ламы Как-то Мне Посоветовали Сменить Имя И Несколько Лет Я думаю Сменить Себе Имя СМ Doncs Играет Ирce К ИрCE Ирц Ирце Прострелы боковые. Прострелы боковые. Прострелы боковые. Прострелы боковые. Прострелы боковые. Прострелы боковые. Для пары. И всякие образовательные программы надо делать, чтобы мы под фанеру не пели, чтобы на наших постановках играли только в жилье. Мне вот однажды привиделось, помнишь, Таня, когда играет на флейте, когда барабан на сцене играет. Вот этого мне хочется. То есть ты хочешь создать туинский бус, а я хочу еще и классику играть. То есть в наших планах, я правильно понимаю, идея создания образовательного проекта в рамках нашей театральной службы. Да, да, да. И думаю, не надо выходить из устала филармонии, надо тоже устал соблюдать. С симфоническим оркестром можно совместные программы делать, можно и с джаз-бендом. Я думаю, надо всякие детские, можно даже взрослые программы делать. Чтобы мы сами тоже вживую играли, как в Сайсу. То есть нам надо конкретно свою идею, свое намерение конкретно сформулировать. Что такое образовательный проект, который мы задумали? Это значит обучить туинских детей в иностранном языках, в игровой, театральной форме. Обучить их правилам дорожного движения, обучить их вокалу и нотной грамоте. То есть конкретно, что мы хотим сделать на базе филармонии в рамках театральной студии, потому что студия подразумевает ряд занятий, которые дают конкретный результат. То, что мы в театре называем спектакль, бенефис. Да, да, да. Это надо конкретно сформулировать и записать, чтобы в высших кругах, в чиновных кругах нас услышали и нам как-то помогли материально, может быть, может, морально могут помочь. Ведь сцена театра, где мы играем, это такое место, куда мы выходим, если нам есть что сказать. Если нету ничего сказать, то тогда лучше на сцену не выходить, так я думаю. Загляни в мою душу. Я знаю, там есть все. Выходишь спокойно к микрофону. Пока они вот это ля-ля-ля-ля-ля, последний текст у нас говорили. Спокойно. Нет, вот к тому микрофону. Загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Выйди не из меня сам. Чего же я хочу? Ведь не может же быть, чтобы я хотела плохого. Счастье для всех даром. Пусть никто не уйдет обиженный. Счастье для всех даром. Никто не должен уйти обиженным. Стоп. Счастье для всех даром. Счастье для всех даром. Счастье для всех даром.